МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы продать на рынке свой продукт, крупные компании идут на любые ухищрения, не гнушаются даже откровенной ложью. В лекарственном бизнесе рекламная ложь вообще достигла чудовищного размаха и цинизма. Все мы хоть раз болели гриппом. Болезнь сложная и малоизученная. Грипп постоянно видоизменяется, и универсального лекарства от него не существует. И пока добросовестные исследователи бьются в лабораториях над созданием эффективных лекарств, производители лекарств думают только о прибыли и готовы предложить нам панацею. Вот один яркий пример. Барбарийская утка. Фармацевты одной из самых крупных гомеопатических компаний Франции заявляют, в печени и сердце этой птицы содержится некое волшебное вещество, которое способно быстро и без последствий для организма справиться с болезнью. Более того, если здоровый человек будет принимать лекарства, он никогда не заболеет гриппом. Мгновенно продажи лекарства выросли до баснословных объемов. Счет реализованных упаковок идет на миллиарды. Вот только болеть люди так и не перестали. Почему же не помогает чудо-препарат? Да просто потому, что это чудо сотворили маги-рекламы, которые работают на фармацевтов. Официальная орнитология отрицает существование барбарийской утки. То есть в природе такой птицы попросту нет. И якобы целебная лутиная печень годится разве что на паштет. И таких распиаренных лекарств на мировых фармацевтических рынках сейчас тысячи. Владельцам фармкомпаний они приносят миллионные прибыли. А простым людям в лучшем случае ничего. А в худшем – тяжелые осложнения из-за упущенного времени и даже смерти. Но лекарства-пустышки в красивых упаковках – это еще не все. Лоротилы фармбизнеса пошли дальше. Во многих самых известных и богатых компаниях работают целые отделы специалистов, которые придумывают несуществующие болезни и лекарства, якобы от них помогающие. Самое обидное, что большинству из нас хорошо знакомы эти таблетки. Это уникальное фармацевтическое расследование. Мы проведем вас за кулисы самого закрытого бизнес-сообщества в мире. И расскажем о том, на что готовы западные фармгиганты в погоне за прибылью. Смотрите прямо сейчас. Как фармацевты изобретают для нас новые болезни. Потому что фармкомпаниям выгодно, чтобы люди без ограничений покупали лекарства. Под влиянием какого лекарства немецкий пилот разбил самолет вместе с пассажирами? Кто и зачем подсаживает подростков на транквилизаторы? Сегодня каждый первый американец использует антидепрессант. Как фармацевтические гиганты зарабатывают на эпидемиях? Мы задаем вопросы, мы резко критикуем. Страна на колесах. Кто заставляет нас лечиться от болезней, которых нет? Здесь не просто улыбка. Здесь требуются такие специальные разбирательства проводить. Как фармацевты подкупают врачей и целые правительства? Это Джон Лекаре. Британский писатель, автор множества шпионских бестселлеров. Глазам не верит Джейсон Борн. Зачем? Про разведку Лекаре знает по личному опыту. Когда-то был агентом МИ-6. Прими себя таким, какой ты есть. Иначе тебе не обрести покоя. Но в 2001 году писатель вдруг отошел от главной темы своего творчества. Его новый роман «Преданный садовник», позже ставший фильмом. Не про шпионов. Главный герой, британский дипломат, расследует смерть своей жены, которая стала свидетелем международного заговора. Таинственные заговорщики – не мафиози или агенты спецслужб. Они носят белые халаты и дорогие костюмы. Но по повадкам – хладнокровные убийцы из Средневековья. Они – Бигфарма. Крупнейшие компании производителей лекарств. Если мы говорим о таком понятии, как Бигфарма, это где-то 10 крупнейших фармацевтических компаний, то это полностью глобальный рынок. Глобальный рынок – это о чем мы говорим? Что в условиях глобализации все правила, по которым работают эти фармацевтические компании, активно навязываются в том числе и локальным правительствам. Лекаре утверждает, фармкомпании пачками покупают врачей и даже целые правительства. Запугивают, а если надо, уничтожают тех, кто знает правду. И все это ради того, чтобы нажиться на нашем с вами здоровье. В своей книге Лекаре в буквальном смысле выносит приговор продавцам лекарств по пунктам, разбирая их преступления. Пункт первый. Фармацевтический бизнес на болезнях является самым большим обманом в истории человечества. Компании обещают миллионам больных продукт здоровья, но вместо этого поставляют прямо противоположные. Новые болезни и часто смерть. Именно так. Новые болезни, которых порой в природе не существует. Ну и если у компании вообще все хорошо с маркетингом и сидят креативщики и действительно оправдывают те деньги, которые им платят в виде заработной платы, то компании иногда даже придумывают болезни, от которых потом появляются лекарственные препараты. Смотрите далее. Как антидепрессанты заставили немецкого пилота разбить свой самолет вместе с пассажирами? Коррупция и вымогательство. Как бесполезные препараты попадают в аптеки? Моей задачей было убедить врачей, чтобы они назначали этот препарат не только беременным, но и всем подряд. Кто выдает гомеопатию за панацею и почему это опасно для жизни? Правильное лечение должно быть научно доказанное лечение. Хорошая фантазия и грамотная реклама помогут заработать больше денег, чем научные исследования. Недаром в США крупные производители лекарств имеют на 81% больше сотрудников в отделах маркетинга, чем в отделах научных исследований и разработок. К примеру, приведу всем известным россиянам дисбактериоз. Заболевание, которое существует только в России, оказывается. И лекарства от дисбактериоза есть только в России. Не верите? Тогда давайте откроем МКБ-10. Это официально утвержденный и признаваемый всеми врачами планеты документ в международный список заболеваний. Ни о каком дисбактериозе кишечника здесь и речи не идет. Симптомы, на основании которых ставят этот неофициальный диагноз, соответствуют, допустим, гастриту или колиту. Состояния диагноза дисбактериоз как такого нет. Есть состояние кишечника, когда нарушены микрофлоры и снижен иммунитет кишечника. Но это состояние определяет и отражает другие процессы в организме. При этом мы изначально почему-то лечим детям с самого рождения дисбактериоз, тратить огромные деньги, со схемой лечения по 10 раз в день давать каждый препарат. И эта схема лечения совсем не дешевая. Тогда почему же со всех сторон производители кричат кишечнику комфортно, чтобы желудок не страдал, революция в животе отменяется? Есть только одно объяснение. Оно является наиболее популярным и, наверное, не лишено смысла. Потому что фармкомпаниям выгодно, чтобы люди без ограничений покупали лекарства, как хлеб или картошку. В результате получается, что у нас рынок вот этих вот лекарств, которые покупают люди из своего кармана, он довольно большой. Это первое. И второе, он крайне уродливый. То есть то, что покупают люди, не имеет никакого отношения к их реальным болезням, а относится к тому, чтобы удовлетворить какие-то воображаемые потребности, вызванные рекламой. И таких вот состояний, таких вот симптомов, синдромов можно придумать сколько угодно. Самое главное, чтобы был спрос на эти препараты. А если есть спрос, то всегда найдется предложение. Вот еще один пример несуществующей болезни, на которой делают состояние. Целлюлит. Только в Америке объем рынка антицеллюлитных средств больше 65 миллионов долларов. И это при том, что врачи всегда считали целлюлит возрастной особенностью кожи. Пока в 1970-х вдруг не стали продвигать теории. Целлюлит – болезнь. Заражение лимфососудов токсинами. И эти токсины можно вывести. Ну, на самом деле, если говорить о болезни в соответствии с номенклатурой медицинских услуг, принятых в нашей стране, то такого заболевания, конечно же, нет. И такого заболевания нет, не существует по классификации МКБ-10. Такого диагноза нет. Но надо сказать, что это скорее эстетическая проблема все-таки, которой масса женщин во всем мире озабочена. А вот данные серьезных исследователей. Целлюлит есть у 80-90% женщин. И хотя бы как-то помочь можно лишь на начальных стадиях. И то с помощью дорогостоящих лазерных процедур. А все крема, таблетки и БАДы – не более чем пустышка под видом лекарств. Биологически активные добавки от целлюлита – ну, это, конечно, какой-то фокус и какой-то обман абсолютный. Потому что нет, не существует такой волшебной таблетки. А иногда еще и опасная пустышка. Здесь есть в чем опасность. Опасность есть в том, что уже с этого момента может возникать различные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. И вот здесь уже возможны, конечно, смертельные исходы. Потому что анафилактическая реакция – это реакция, которая может приводить очень быстро, в течение 15 минут, к смертельному исходу. По нашим таким вот скромным быстрым подсчетам, примерно 40% денег мы тратим на бездоказательные с точки зрения медицины препараты. Это всевозможные иммуномодуляторы, пробиотики, гепатопротекторы, препараты такого общеукрепляющего какого-то действия. Это все мусор. Это все фармацевтический мусор, который не лечит. И более того, он опасен. Потому что если человек не лечится и запускает свое заболевание, либо маскирует свое заболевание, заболевание начинает развиваться не по обыкновенному, а по какому-то специфическому сценарию, то человек получает различные уже увечья и в том числе может наступить летальный исход. И так 40% лекарств бесполезны. Или, как говорят наши эксперты, мусор. Что ж, неплохое начало для обвинительного заключения. Но это лишь начало. Давайте продолжим читать Джона Лекаре, бывшего разведчика, автора известных бестселлеров, а ныне разоблачителя гигантов медицинской индустрии. Главная стратегия, обеспечивающая рост фармацевтического бизнеса, состоит в разработке препаратов, которые только маскируют симптомы, но не излечивают саму болезнь. Вот почему эффективность большинства назначаемых лекарств на сегодняшний день не доказана. Вы спросите, как же не доказаны? Ведь нас уверяют, прежде чем попасть на рынок, лекарства проходят тщательную многолетнюю проверку. Это так. Вот только никто не проверяет, что лечат лекарства. Причину болезни или только ее конкретный симптом. Потому что брать причину не всегда выгодно. Это неинтересно. Многие страны мира, они, к сожалению, настолько увлеклись своей такой бытовой фармакологией, что сами не осознают, что уже открыли ящик Пандоры. Наглядный пример эпидемии депрессии в странах Запада. Сегодня каждый первый американец использует антидепрессанты. Нужно, не нужно, он использует антидепрессанты. В частности, в средствах массовой информации мы очень часто видим, как случаются летальные исходы с известными американскими звездами, которые увлекаются различными антидепрессантами, обезболивающими препаратами. Вспомним трагедию Майкла Джексона, ну и других известных артистов. Майкл Джексон сидел на сложной смеси снотворных и антидепрессантов. Их колол ему личный врач. При этом никаких серьезных заболеваний у певца при вскрытии не обнаружилось. А вот другой пример. Хит Леджер. Одна из главных молодых звезд Голливуда. Исполнитель роли Джокера в последней экранизации Бэтмена. Ему было 28 лет, когда он умер от передозировки. Нет, не наркотиков, а коктейли из транквилизаторов, снотворного и анальгетиков. От этого они как раз таки и страдают, потому что подсаживаясь на эту фармацевтическую иглу, простите мне, что я такие вещи говорю, но потом с нее слезть очень сложно. Потому что организм привыкает именно к постоянной вот этой вот дозе, которую человек принимает изо дня в день. И когда его нужно, человека, вывести из этого приема, да, то есть убрать эту таблетку ежедневную, уже невозможно без нее жить. Вот куда более пугающий случай. Вы, конечно, помните историю Андреаса Любеца, пилота-самоубийцы. 24 мая 2015 года он намеренно направил свой аэробус в горную гряду. Погибли 150 человек. Расследование показало, Любец чуть ли не с детства страдал психиатрическим расстройством. Лекарства, которые ему выписывали, помогали снимать симптомы. Настолько, что Любец был допущен к управлению самолетом. Но причины болезни не были исцелены. Наоборот, она прогрессировала до того самого дня, когда Любец решил свести счеты со своей жизнью, а заодно и с жизнью своих пассажиров. Но даже скандальные истории не могут положить конец моде на таблетки счастья. В 2012 году американские газеты писали о крупнейшем в истории США расследовании махинации фармацевтов. Выяснилось, один из фармгигантов распространял свой антидепрессант среди школьников, объясняя, что мыл от него вырастет успеваемость. Кстати, о детях. На Западе, ребенку, врачи все чаще ставят диагноз развития дефицита внимания или же гиперактивности. Удивительно, но это совпало с масштабным продвижением препарата против этой болезни. Препарат этот содержит вещество риталин, которое клинически по праву может быть признано двоюрным братом кокаина. Вы, конечно, спросите, как такое может происходить прямо на наших глазах? В этом есть, конечно, и часть нашей вины. Ведь мы хотим исцеления и побыстрее. Но ведь есть и специалисты, врачи, главный принцип которых не навредит. В каждой стране есть и специальные государственные службы, которые жестко контролируют рынок лекарств. А вот теперь давайте опять вернемся к книге Джона Ля Каре, автора детективов, а ныне разоблачителя «Большой фарм». Ля Каре утверждает, что вся официальная медицина от врачей до правительственных чиновников, дающих добро на выпуск таблеток в том или ином виде, коррумпирована фармгигантами. Смотрите далее. Волшебная печень барбарийской утки как средство от гриппа. Миф или реальность? Как фармацевты покупают врачей и целые правительства? Зачем производители лекарств изобретают для нас новые болезни? Потому что фармкомпаниям выгодно, чтобы люди без ограничений покупали лекарства. Знакомьтесь, доктор медицины Луи Броуэр. Известный французский ученый, специалист по молекулярной биологии. В 1999 году он опубликовал книгу «Фармацевтическая и продовольственная мафия», где раскрывает мировой заговор производителей лекарств. Современной медициной руководит всемогущая группа олигархов, стоящая во главе Бекфарма. Они вмешиваются в политику стран, используя министров для того, чтобы ухудшать национальные системы здравоохранения. Когда приходят большие фармацевтические компании, они стараются активно работать с мездравыми странами. И одновременно с этим каждый день, это их задача, рассказывают регулятору, именно мездраву, какой-то страны, куда они пришли, о том, что местные компании ничего делать не имеют. Это тоже одна из стратегий объяснить людям, которые принимают решения на уровне допуска на рынок, что мы там, за океаном, или мы там где-то великие, мы все это умеем очень хорошо делать, а ваши местные ни на что не способны. При этом фармкомпании с удовольствием нанимают в советники или даже в топ-менеджеры бывших высокопоставленных политиков, пользуются связями. Например, экс-президент США Джордж Буш долгое время был в Совете директоров одной из крупнейших фармкомпаний мира, еще до своего избрания. А его министр обороны Рамсфельд когда-то и вовсе возглавлял фирму-производителя лекарств и, кстати, неплохо заработал на эпидемии птичьего гриппа. А вот первый министр иностранных дел России Андрей Козырев, человек, которого не раз упрекали в очень странном отношении к национальным интересам страны, после отставки тоже ушел в большой фармбизнес. Говорят, высокооплачиваемая работа была своего рода благодарностью за сговорчивость с западными партнерами. Они очень хорошо организованы. Ну, по моим данным, по моим сведениям, да, что, вот, например, у нас есть ассоциация иностранных фармпроизводителей, IPM. Да, это ассоциация, которая больше, более 20 лет лоббирует интересы фармацевтической компании на российском рынке. Что значит лоббирует? То есть она активно давит на регулятора, активно пытается консультировать, активно переносит всевозможные потенциальные и законопроекты, и нормативные документы с целью пропихнуть через Минздрав и другие исполнительные органы те правила, которые были бы для них комфортны и некомфортны отечественным производителям. Но чиновники – это высший уровень пирамиды, штучная работа. По-настоящему массовую войну фармкомпании ведут среди простых врачей и особенно руководство клиник. Медицинские представители, они тоже делятся по неким классам, да, то есть есть самые такой бойцы, самые простые рядовые, да, если мы будем сравнивать с армией, это представители, которые работают с поликлиниками, обычными врачами, обычными, без регалий, без научных степеней. Вторая категория – это медицинские представители, которые работают с так называемыми лидерами мнения, объединенными лидерами, то есть это уже какие-то доктора наук, профессора, преподаватели медицинских вузов. А третья, самая высшая каста – это те, кто работают с руководителями УПУ, то есть те люди, от которых зависит напрямую закупка препаратов в больших масштабах или препаратов или медицинского оборудования. Наталья Сидорина – ведущая медицинской программы. Когда-то она работала представителем крупной фармацевтической компании и не понаслышке знает о том, какие методы используют бизнесмены-фармацевты, чтобы продвинуть свой товар, чтобы убедить государственные и частные клиники принять на вооружение то или иное лекарство. Эта сторона их деятельности обычно держится в строгой тайне, но благодаря Наталье нам удалось узнать о тонкостях лоббирования в этой сфере. Для нас проводили большой двухнедельный тренинг. Нас вывезли в загородный отель, шикарный, по моим представлениям, тогдашним. И, собственно, учили не только тому, какие препараты выпускает компания, но также, как нужно вести себя, как нужно разговаривать, основам НЛП даже, нейролингвистического программирования. Вы только представьте, какая серьезная подготовка – НЛП. Может, не зря говорят, что на фармацевтов работают многие бывшие и даже действующие сотрудники спецслужб. Для того, чтобы быть эффективным медицинским представителем, нужно иметь очень такую гибкую психику и быть непринципиальным. Потому что, ну, например, приведу пример очень простой. Компания, в которой я работала, она выпускала препараты для лечения молочности. Ну, есть такое женское заболевание кинекологическое. И она вызывается особым грибком, который, на самом деле, очень сложно вылечить. Он просто малочувствительен к большинству препаратов, которые сейчас существуют. И препарат, который, ну, скажем, назовем его антивоспалин, да, который вот предлагала компания, где я работала, я точно знала совершенно, что он малоэффективен. У него было одно преимущество, что его можно было беременным назначать. И это был единственный плюс. Ну, на мой профессиональный взгляд, так как я доктор сама по образованию. Но моей задачей было убедить врачей, чтобы они назначали этот препарат не только беременным, но и всем подряд. А вот другой пример, рассказанный Натальей. Компания, где она работала, продавала антибиотики, которым лечат уриоплазмоз. Это инфекция, которая может вызывать воспалительные заболевания у женщины. А может не наносить никакого вреда. Все зависит от иммунитета. Во всем мире уриоплазмоз лечат только если есть признаки воспалительного процесса. Но медпредставители внушали врачам. Лечить надо всегда, вне зависимости от наличия симптомов. И именно этими конкретными антибиотиками. То есть заведомо я понимала, что врач, согласившись на мои уговоры, поддавшись различным методикам обработки, в том числе подарки различные, промоционные материалы полезные, он будет назначать женщинам, которые просто в пустую потратят деньги. И ведь речь идет только об одном случае в одной конкретной, не самой крупной фармкомпании. Представьте себе, сколько денег и усилий тратится в одной только России на пропихивание сомнительных лекарств. Это настоящая война. Еще одна огромная проблема, с которой мы столкнулись постоянно, это факт любви интернета, факт любви самолечения. Когда мамочки, взрослые пациенты, и очень часто именно мамы по отношению к своим детям пытаются провести какую-то самодиагностику самолечения. Это, кстати, ответ тем, кто считает, что от навязчивого продвижения лекарств врачами можно сбежать в интернете. На самом деле, доктор хотя бы точно установит вам диагноз. А в интернете вы полностью в руках фармкомпаний, которые давно проплатили заказные ссылки. Это те статьи, которые рекламные, которые компания фармацевтическая специально проплачивает, чтобы они выходили в первые строки при поиске определенных симптомов. Потому что в интернете первая, выскакивает всегда та информация, которая является в десятке лучше популярной. А чтобы быть десятка лучше популярна по определенным симптомам, это большие, огромные деньги. Деньги, которые производители тратят не на разработку реально действующих препаратов, а на рекламу тех, которые не работают. Надо же как-то окупить затраты на их создание. Статьи же, которые на самом деле оригинальные, которые отражают сам смысл препарата, его побочных эффектов и его показания к назначению, они находятся далеко, за десятых, пятьдесятых, сотых страницах, которые находятся в поиске ВК интернета. Крупные фармкомпании не стесняются использовать в своих интересах даже всеобщую панику, которая возникает при распространении эпидемий. А по некоторым данным, они же эту панику и создают. 2008 год. Мир накрывает эпидемия свиного гриппа. Правда, паника потом окажется чрезмерной. На всю планету лишь 315 жертв. Меньше, чем от обычного сезонного гриппа. Но шума было наделано немало. Карантины, проверки в аэропортах и лихорадочные поиски по аптекам единственного чудо-средства, которое якобы эффективно в борьбе с вирусом. И такое, якобы инновационное лекарство, было предложено. На самом же деле, активное вещество препарата эмидозолилатенамид, пентандиовой кислоты, продавалось в аптеках еще с 70-х годов. Но не от гриппа, а в качестве стимулятора кровотворной деятельности организма. Разработчики решили продвигать старый препарат в новом качестве. Он вроде бы подходил. Вот только полная проверка заняла бы годы. Но благодаря содействию госчиновников долгий и сложный процесс заменили экспресс-тестом на мышах. Вообще вся современная медицинская наука, она построена на неработающей, и все это знают модели, на огромное количество неработающих моделей. Одна из них это такая, давайте проверим сначала на дрожжах, потом на червяках, потом на мухах, потом на мышах, потом на человеке. Так вот, любой нормальный, вменяемый ученый вам скажет, что, ну, конечно же, вероятность того, что что-то, что работает на мышах, будет работать на человеке, примерно 1-2%, может быть. И тем не менее, все равно все так делают. И тем не менее, препараты с сомнительной эффективностью, часто созданные для лечения совсем других болезней, живут и продаются десятилетиями, а порой веками. В 1919 году случилась самая страшная в истории эпидемия гриппа, испанка. 100 миллионов погибших. По одной из версий, вирус был выпущен из пробирки, и это была первая спецоперация мировой фармы. Так или иначе, производители лекарств тогда нажились на трагедии, и особенно один человек. Вот он, Жозеф Руа. Предприимчивый французский гомеопат заявил, что нашел панацею, вытяжку из печени и сердца барбарийской утки. Руа стал богачом, хотя эффективность его лекарства никто не доказал. А его препарат и век спустя продается в аптеках. Хотя уже десятки лет многие авторитетные врачи открыто называют это лекарство пустышкой. Не доказано, есть ли вообще в нем какое-то действующее вещество. Да и как доказать, если сами авторы препарата утверждают, для создания экстракта ткань печени утки разведена в 10 в 400 степени раз. На самом деле, всем известный препарат для профилактики гриппа, гомеопатический препарат, изготовленный из печени барбарийской утки, такой утки не существует. Защитники подобных лекарств говорят, но ведь это гомеопатия. В ней вся суть лечения крошечными дозами. Ну, есть какие-то там наблюдения, что персонифицированная гомеопатия, то есть когда вот эти вот сашеи, эти вот гранулы готовятся для конкретного человека, вроде как какой-то эффект эти препараты оказывают. Когда мы сталкиваемся с такой массовой гомеопатией, когда гомеопатические препараты производятся в больших масштабах для всего мира, и это все брендируется, и оговорится о том, что вот этот препарат поможет вам не заболеть гриппом в период эпидемии. Здесь не просто улыбка, здесь требуются такие вот специальные разбирательства проводить, потому что это введение в заблуждение населения. Ведь население-то верит всему тому, что говорят по телевизору, а когда ему говорят, что вот вам поможет, люди идут в аптеку и покупают то, что якобы поможет. Как фармацевты подкупают врачей и целые правительства? Как фармацевты изобретают для нас новые болезни? Потому что фармкомпаниям выгодно, чтобы люди без ограничений покупали лекарства. Кто выдает гомеопатию за панацею и почему это опасно для жизни? Правильное лечение должно быть научно доказанное лечение. Проблема не только в том, что пациенты зря тратят свои деньги. Практикуя такие методы лечения, они подвергают себя опасности. Но что меня очень смущает в этой истории, в том, что гомеопатия противопоставляет себя официальной медицине. То, что гомеопаты сегодня очень часто предлагают лечить такие серьезные заболевания, на которые, мне кажется, они посягать не должны ни в коем случае. Вы откройте любой сайт в интернете гомеопатический, и там куча статей. Вылечим рак, вылечим ишемическую болезнь сердца, аневризму, аорты. То есть те вещи, которые оперировать должны, те вещи, которые даже лекарственными препаратами не поддаются лечению. Гомеопаты предлагают исправить своими чудесными белыми горошинами. Что самое удивительное, в США и в России гомеопатия признана на официальном бюрократическом уровне. У нас гомеопатические препараты даже входят в государственный реестр лекарственных средств. Заговор, я на самом деле могу сказать, почему гомеопатия оказалась разрешена, что в России, то есть в Советском Союзе, что в Америке, это все было благодаря одному конкретному человеку в США и одному конкретному человеку в Советском Союзе. То есть какой-то малограмотный эзотерического настроя член парламента, ну а у нас, соответственно, сотрудник какой-то либо Минздрава, либо какого-то института, берет и вписывает куда-то гомеопатию в какие-то инструкции Минздрава или Американского НИИ, и она, соответственно, становится легальной. А все остальные люди, поскольку не знают, что это за какая-то фигня, думают, ну раз гомеопатия, да, есть такая штука, такая штука, вот еще какая-то штука, и не разобравшись, это все подмахивают. И с тех пор гомеопатия имеет некоторый такой легальный статус, а всем остальным втирают очки по поводу того, что это лечение травами или там еще что-то, или еще что-то, или память воды. А на самом деле просто два фрика, один в Америке и один в Советском Союзе, это пропихнули. К счастью, кроме тех, кто пропихивает сомнительные снадобья, есть и те, кто борется с жадностью и ложью большой фармы. Этого человека зовут Арчи Кокрейн. И если Шерлока Холмса можно считать профессором Сыска, то английский эпидемиолог Кокрейн все равно, что Шерлок Холмс в медицине. Он первым настоял на том, что эффективность лекарственных средств должна быть доказана при помощи научных исследований. Так в мире появилась доказательная медицина. В нашем обществе специалистов доказательной медицины объединены врачи, которые хотят практиковать научную медицину. В общем-то, словом доказательная медицина маркируется, обозначается просто современная форма научной медицины. Профессор Василий Власов возглавляет российских сторонников доказательной науки. Его резкие высказывания раздражают и чиновников, и коллег врачей. Доказательная медицина про то, что правильное лечение должно быть научно доказанное лечение. И поэтому наше общество не всем нравится. Не всем нравится. Почему? Потому что мы задаем вопросы, мы резко критикуем. Не любят доказательных медиков и на Западе. Но кое-что им удалось сделать. В 2000-х годах на международном рынке появилось лекарство, которое производители позиционировали как единственную панацею от гриппа. Оно было невероятно популярным, пока за дело не взялись медицинские детективы. В конце концов, когда после многих лет препирательств на уровне там верховных судов, парламентов, Европейского Союза, когда исследователи получили доступ более-менее полный к этой информации, оказалось, что при обобщении этой информации, что препарат, мягко выражаясь, не сильно эффективный, для лечения, а заявлять о том, что он уменьшает количество тяжелых случаев, но просто нет оснований. То есть эти данные были крайне слабыми. И сегодня задним числом нам кажется обидным, что были потрачены огромные миллиарды долларов, как на национальном уровне, так и на международном уровне. В нашей стране медицинские детективы отдельно озабочены БАДами, биологически активными добавками. Такое название, к слову, существует только в России. Во всем мире подобные препараты называются пищевыми добавками и считаются чем-то вроде набора сушеного чеснока к супу или соуса карри. Самое наименование аббревиатуры БАДы, биологически активные добавки, это коррупционный маркетинговый ход, который изобрели в Российской Федерации. Кстати, как раз тот человек, который приходил с птичьим с гриппом, с ляным гриппом и так далее. Это он придумал название, которого нет в мире, биологически активные добавки. Я этого же человека сказал, уважаемый имя Реп, спросил как-то, скажите, пожалуйста, а что является наиболее биологически активным потребляемым человеком веществом? Поскольку он академик, грамотный человек, он сказал, соль, конечно же, но никто же не считает соль БАДом. В России объем рынка БАДов 2,68 миллиарда рублей. В год реализуется 22,3 миллиона упаковок. У нас есть одно лекарство, которое до того, как оно было разрешено как лекарство и было выпущено для лечения сердечно-сосудистых болезней, и его быстренько зарегистрировали как биологически активную добавку к пище. И в небольшой дозе продавали как биологически активную добавку к пище. А потом прошло необходимое время, они провели все необходимые процедуры, зарегистрировали его как лекарство. Это абсолютная фантастика, это криминал, но это вот то, с чем мы живем. И эта грустная правда относится не только к БАДам, но и в целом ко всему рынку лекарств. Ведь на сотню борцов за доказательную медицину приходится миллиарды долларов, вложенных большой фармой в пиар и в подкуп врачей и чиновников. Профилактика заболевания ведет к сокращению доходов. Следовательно, фармацевтическая индустрия не занимается вопросами профилактики и устранения причин заболеваний. И даже создает такой деятельности всяческое препятствие. Еще один пункт в обвинительный приговор от Джона Ля Каре. Но, возможно, самое страшное обвинение фарминдустрии звучит так. Рынком сбыта фармацевтической индустрии является человеческий организм, но лишь тогда, когда он болен. Поэтому сохранение и распространение болезней является непременным условием роста фармацевтической индустрии. Это значит, вся мировая фармацевтика работает на то, чтобы избавить вас от боли и симптомов, возможно, облегчить ход болезни, но не излечить. И это надо понимать каждому. Нельзя совсем отказываться от таблеток. Лекарства спасают миллионы жизней, да и живем мы в 21 веке, а не в средневековье. Но каждый раз, отправляя в рот таблетку, без которой можно и обойтись, задумайтесь. Возможно, вы глотаете крючок, на котором вас будут держать всю оставшуюся жизнь. Рано или поздно все тайное становится явным. Это была программа Теория заговора. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok